Приветствую вас, и да, существуют, к сожалению, такие люди, которые любят, начиная деятельность по решению одного вопроса, переходить на решение других вопросов, которые изначально к вам даже отношения никакого не имеют, но для этих людей смежные проблемы, смежные вопросы являются, ну, по сути дела, обязателем. И что получается у вас? Получается так, что человек, начав пользоваться вашими услугами, эти же услуги, ваши профессиональные знания, навыки переносят на другую сферу своей жизни, на другую плоскость, и делает это так, что вы еще и виноваты оказываетесь в том, что проблему не увидели. Хотя она, изначально эта проблема, была, ну, как я понял, не в вашей сфере деятельности, не в вашей компетенции, но тем не менее. Тем не менее, и на данный момент получается что? На данный момент он бы попросил вас заняться решением вопроса, и вы опасаетесь, что если проблема еще какая-нибудь появится, то человек взвалит ответственность на вас. Что я вам хочу сказать? Решение по вопросу принимать вам предложение человека или нет, принимать только вам, то есть решать, работать с ним или нет, это ваш выбор, вам нужно этот выбор сделать, мы его за вас сделать не можем, потому что это было бы и неэтично, но вы видите, что человек любит взваливать на других свои проблемы и еще винить их в том, что эти проблемы не были решены. Это значит, что у такого человека существует еще не одна нерешенная проблема, и он сам не готов нести ответственность за них. В свою очередь, это означает, что он с радостью перенесет всю ответственность на вас, и в итоге вы получите куда больше хлопот, забор, труда, затрат времени, нервов, сил, энергии и так далее для решения ваших задач, которые вы обычно тратите на выполнение своих профессиональных задач. И весь вопрос заключается в том, хотите ли вы выполнять что-то сверх, что-то кроме ваших прямых обязанностей по договору. Если хотите, обговорите с человеком возможные риски, если хотите, обговорите с человеком возможные издержки, и обязательно обговорите с человеком, как и кто будет отвечать за возникновение скрытых проблем. Скрытые проблемы, о которых вы не могли знать, что вы в своей позиции профессиональной, но о которых мог знать человек, необходимо регламентировать, регламентировать их договоры, чтобы не было никаких неожиданностей, сюрпризов и так далее. Это очень важно. Далее. Далее вы пишите так. Фактически он, внушающийство вины, преследует какие-то свои цели, но вы не можете понять, какие именно, и вам это не нравится. Понимаете, в чем дело? Вот как вы написали, вы выполнили работу. Вы выполнили работу, а теперь мужчина предлагает вам, значит, ну или человек, как вы написали, человек предлагает вам взять другой вопрос, который вытекает из скрытой проблемы, который в вашу профессиональную деятельность изначально не сходил, и договора закреплено не было. То есть это получается дополнительная работа. Если это волшебные деятельности, профессиональные, конечно, возьмите, но обязательно наговорите человеком ответственности и риск. То есть если какая-то проблема еще появится, о которой вы не могли знать принципы, то человек будет нести ответственность. Лучше всего это прописать договор. В договоре оказания услуг. То есть можно включить там, но договор можно делать. И еще с психологической точки зрения, именно с психологической точки зрения, у вас вопрос, как бы юридический, в психологической точки зрения вести дело с человеком, который не готов нести ответственность за себя, за свои ошибки, за свои проблемы, которые переносит ответственность на других людей, ну достаточно энерго-емко. То есть энергозатратная и достаточно, знаете, неопределённая и рискованная. Вы можете быть готовы к риску, вы можете быть готовы к тому, что человек вам все эти трудности создаст, но вопрос в том, ради чего. Если вы будете делать это ради дохода, то этот доход должен быть прописан, он должен представлять из себя фиксированную сумму и как ваши права в договоре должны быть защищены, так и права человека, с которым вы работаете, также должны быть защищены. Если этого нет, если человек отказывается нести ответственность за возможные проблемы, то договор будет расторгать. То есть вам нужно подумать, что вам нужно для того, чтобы чувствовать себя спокойно в этой ситуации. Вот вы говорите, вам это не нравится, человек вызывает у вас чувство времени. Вот подумать вам нужно, что сделать, чтобы вам нравилось. Просто подумать. Вот вы пишете, человек опять возложит на вас ответственность. Почему человек это сделал? Потому что не было должной регламентации. А в договоре оказанный услуг чётко прописывает, за что вы ответственность несёте. И при необходимости всем этот договор и свою ответственность нужно прописать, достаточно чётко и подробно, и показать человеку. Если человек согласится с этим договором, то вы продолжаете работать. И при этом вы не беспокоитесь о ответственности. Она у вас прописана, и вы несёте её только за то, чем вы занимаетесь. Ни на всё другое ответственность вы не несёте. А если человек захочет взвалить на вас ещё дополнительную ответственность, то он не сможет этого сделать, потому что договором подобное не предусмотрено. И если человек такой договор подписал, то никаких претензий к вам у него предъявить не получится. Я надеюсь, достаточно понятно ответил на ваш вопрос. И резюмируя, хочется сказать так. Защищаем ваши интересы документально-документарно, прописываем их. Защищаем интересы человека, также документально-прописываем их. Назначаем дополнительную оплату за возможные добавочные проблемы, то есть оплату ваших услуг за неожиданные издержки. И регламентируем ответственность каждого из вас за конкретные случаи. Поскольку вы лицо, которое привлекается к осуществлению услуг, то вы несёте ответственность только за то, в чём лежит ваша профессиональная деятельность. Не за смежную деятельность, не за какие-то ещё дополнительные вопросы ответственность не несёт лицо, как бы это ваше честное оказание услуг. И поэтому вам нужно просто более, может быть, точно прописать то, что вы должны сделать, что от вас требуется. Чем точнее вы это пропишите, тем меньше ответственности на вас будет, и меньше возможности будет у человека взвалить на вас вину за что-то ещё. Другое дело, вот если у человека действительно получается именно чувство вины у вас вызвать, ну вам не нужно поддаваться, потому что есть такие люди, которые специально хотят вызвать чувство вины, и в этом случае они сделают всё, чтобы его у вас вызвать. Но по факту и проявлением вашего профессионализма будет то, что вы скажете, я ответственный за то, на что я изначально подписывался. То, на что я подписывался, я сделала, выполнила, а в остальном, простите, пожалуйста, это уже не моя проблема. Если вы хотите, чтобы я эту проблему я решил, давайте заключаем ещё один договор и дополняем удержившись. С чётким прописыванием того, что я имею право делать, того, что я не имею право делать, за что я нечу ответственность, за что нет. Вы не можете нести ответственность за другого человека, несмотря на то, что он будет пытаться именно этого добиться. Как мы не можем нести ответственность за принятие вами решения по вашей профессиональной деятельности. Каждый из нас несёт только ответственность в том, что он делает. Например, я несу ответственность за полноту и качество ответа на ваш вопрос. И всё. Но если я дам вам совет, скажем, вот, знаете, вот человек плохой, вы с ним отказываетесь работать, да, не работать с ним не надо, это будет совет уже не специалиста. Это будет поведение не специалиста. Я перейду к границе своей ответственности из статуса специалиста, из статуса эксперта, я перейду в статус, ну, я не знаю, обычного человека, который даёт совет. То есть такой совет, по факту, может дать кто угодно. Вот мне человек не нравится, потому что вы его описали в негативном свете, я вам даю такой совет. Ну, согласитесь, это не очень профессионально. И поэтому, когда каждый из нас занимает свою профессиональную деятельность, он делает только то, что находится в сфере его профессиональной деятельности. И всё. То есть человек пытается давить у вас на какие-то человеческие качества, ну, это, мягко говоря, является неэтичным, потому что он использует это для своей выгоды, а это не является хорошо. Я надеюсь, понятно ответы на ваш вопрос. Если какие-то дополнительные уточнения остались, обращайтесь в личный помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Желаю вам всего доброго и удачи.